Добрый день! Мы завершили заседание Совета Министров иностранных дел ШОС, подготовили те направления, которые предстоит еще согласовать к саммиту Шанхайской Организации Сотрудничества. Саммит планируется на июнь-июль, сейчас окончательно дорабатываются графики глав государств, но есть понимание о том, что будет принят емкий пакет документов, политической декларации прежде всего, и ряд заявлений, в том числе по дерадикализации, цифровой трансформации, по здравоохранению, по ряду других направлений. Есть у нас общее видение тех проблем, которые на мировой арене сейчас сохраняются, и есть общее желание координировать наши действия и в Организации Объединенных Наций, и на Евразийском континенте с такими структурами, как Евразийский экономический союз, ОСЕАН, ну и в более глобальном плане сотрудничать со странами БРИКС. Вот, наверное, да. Ну и, конечно, уделили внимание не только экономическим задачам, но и задачам в гуманитарной сфере. Есть инициатива российского президента дополнительно согласовать создание спортивной ассоциации ШОС. Также мы предлагаем создать медицинскую ассоциацию. Коллеги из Центральной Азии заинтересованы в том, чтобы продвигать в масштабе ШОС взаимодействие по проблемам информационной безопасности, борьбы с организованной преступностью, борьбы с наркотрафиком. Мы считаем важным соответствующие подразделения сформировать таким образом, чтобы они координировались по линии региональной антитеррористической структуры ШОС. Время у нас еще есть, хотя его немного, но у нас есть общая решимость обеспечить успешное проведение саммита ШОС в Нью-Дели летом этого года. Пожалуйста. Страны ГРИБС обсуждают введение некой единой валюты для взаиморасчета. Правда ли, что она будет называться ГРИБС? И шла ли речь о возможности использования такой валюты страны ШОС? Ну, название – это последнее дело. Главное сейчас, вы действительно правы рассматривать практические вопросы, которые позволят обезопасить сотрудничество самостоятельных независимых государств от действий Запада по злоупотреблению своим положением в целом в мировой экономике и в том числе от действий Соединенных Штатов по злоупотреблению положением доллара в качестве резервной валюты. Да и евро, собственно говоря, тоже грешит подобными подходами. Есть понимание о наращивании использования национальных валют в расчетах между членами ШОС. Для этого можно применять те практики, которые сейчас формируются и в рамках Евразийского банка развития, в рамках Азиатского банка реконструкции и развития, и в рамках нового банка развития БРИКС. Да, все это обсуждалось, все это весьма актуально. И обращали внимание на, говоря о новом банке развития БРИКС, обращали внимание на неоднократно высказывавшуюся президентом Бразилии Лулой инициативу переходить на собственные валюты с перспективой, это не исключается, создание какой-то агрегированной валюты. Но все это, повторяю, сейчас рассматривается профильными ведомствами, министерствами финансов, центральными банками. Работа эта идет, ее уже, в общем-то, не остановить. Известие, пожалуйста. Евгений Григорьевич, по поводу терроризма. Вот Москва ценила атаку на Кремль как теракт, доносили вы, по дипломатическим каналам, по поводу пошел всю эту позицию. И как в этой связи, например, может измениться наше отношение к номеру договора Китая? Я также хотел, чтобы вы прокомментировали вчерашний случай в Бангаре, когда украинский депутат, по сути, напал на сотрудника аппарата Государственной Думы. Вот как долго вы с Украинением прощали вот такие выходки? Что касается теракта над Кремлем и, собственно, над резиденцией главы государства, все наши оценки были изложены. Практически все мои собеседники, с которыми мы вчера общались, выражали свое осуждение. В частности, министр, на самом деле, Пакистан прямо осудил этот террористический акт и высказал надежду на скорейшее установление истины и определения виновных. Насколько это повлияет на ситуацию вокруг Украины, мне кажется, уже больше даже нечего ждать каких-то новых инцидентов, новых провокаций. Зеленский и его команда делают все и в медийном пространстве, и в своих практических шагах, чтобы любая уважающая себя страна не захотела с ними общаться. Это действительно так, и мы понимаем, что осознание этого зреет. Тем не менее, мы никогда не отказывались от того, чтобы урегулировать возникшие в результате действий США и их сателлитов по накачиванию Украины оружием для противостояния России проблемы. Мы видим растущее понимание того, что эти проблемы нельзя согласовать только уперевшись в линию соприкосновений на Донбассе, как некоторые хотят заморозить эту линию и дальше начать думать, как быть в последующем. Все понимают геополитический характер происходящего, и все понимают, что без разрешения главной геополитической проблемы, которая заключается в стремлении Запада сохранить свою гегемонию и диктовать всем и вся свою волю, никаких кризисов ни на Украине, ни на других частях мира решить невозможно. И если внимательно вы ознакомились с 12 пунктами Китайской Народной Республики, там ведь Украина только в заголовке упомянута. Все остальное это обеспечение неделимости безопасности, отказ от действий, которые ущемляют любую другую страну, отказ от односторонних нелегитимных санкций. Это все решается, конечно, не с Зеленским, который является марионеткой в руках Запада, а непосредственно с его хозяевами. Мы к такому диалогу были готовы давно. Наши предложения вносились и в 2009 году, и вот последний раз в декабре 2021 года их направляли американцам и в штаб-квартиру НАТО. Запад высокомерно отказался, но от разговора на эту тему и от разрешения всех этих проблем, от возвращения к базовым принципам устава ООН, прежде всего к принципу суверенного равенства государств, не уйти. Рано или поздно он состоится. Мы к этому готовы, но у нас терпения, как вы знаете, хватает. Сергей Викторович, здравствуйте. Продолжение темы. После терапии над Кремлем многие известные политики говорили, в том числе, что это был Казу Буфель. Вообще, на ваш взгляд, насколько актуально сейчас применять этот древний римский термин в условиях гибридных противостояний, если он до сих пор актуальный в таких случаях, можно его применять? Ну и какие будут отношения в России с Вашингтоном, который не мог не знать о том, что готовит Украину? Вы знаете, я бы и здесь, как в случае с потенциально новой валютой, не стал бы задумываться о названии или о терминах. Это ясно был враждебный акт, совершенно ясно, что без ведома хозяев киевских террористов совершить его не могли бы. И мы будем отвечать не разговорами о том, казус был ли это или нет, а будем отвечать конкретными действиями. Еще раз хочу сказать, у нас терпения много, есть такая пословица, русские долго запрягают, ну и так далее. Что касается отношений Вашингтона, я обратил внимание на заявление Тони Блинкина, который сказал, что США не будут диктовать Украине те методы, которыми она защищает свой суверенитет. Ну, наверное, этим все сказано. Еще раз поговорим, если можно. О роли ШОС в новом миропорядке говорится очень четко в новой концепции внешней политики Российской Федерации, которую в конце марта утвердил президент Путин ШОС, наряду с Евразийским экономическим союзом, наряду с ОДКБ, СНГ, ОСИАН, региональными объединениями развивающихся стран в Африке, Латинской Америке, в Азии, перечислен как один из центров формирующегося многополярного мироустройства. И, собственно, большой шаг в этом направлении был сделан еще в 2016 году, когда на саммите России ОСИАН президент Путин сформулировал идею формирования большого евразийского партнерства с участием ИШОС, Евразийского экономического союза и ОСИАН, причем это евразийское партнерство, нам видится как открытое для присоединения любого другого государства, любой другой структуры, которая существует на нашем общем огромном евразийском континенте. Понятно, что это географическое положение, общее географическое положение, создает, конечно же, конкурентные преимущества, очень серьезные для укрепления позиций нашей части мира в мировой экономике, в мировых финансах, в мировых транспортных цепочках. Все это, конечно же, требует большой работы, но генеральные линии заданы, и движение начинается. И второй был какой-то вопрос. Да, мы сегодня договорились активизировать контактную группу ШОС «Афганистан». Она существует, но давно не собиралась. Одна из причин — это статус талибов, который пока де юре не признается, потому что мы все ожидаем от талибского руководства выполнения своих обещаний обеспечить инклюзивные правительства не только с точки зрения принадлежности к этническим группам, но и с точки зрения обеспечения присутствия всего спектра политических сил Афганистана. Это пока еще не сделано. Ну и, безусловно, те заверения, которые давались в отношении соблюдения прав человека, в отношении обеспечения безопасности на территории Афганистана, искоренение угроз терроризма, наркотрафика — все это находится у нас на контроле. Все шанхайские коллеги выступают с единых позиций. Так что я убежден, что предложение, которое мы сегодня внесли, поскорее собрать контактную группу ШОС «Афганистан», оно будет реализовано. Ситуация действительно требует достаточно срочных мер, поскольку те же американцы вновь пытаются вмешиваться в дела Афганистана. Есть убедительные доказательства фактов, которые говорят о том, что американцы поддерживают сохраняющиеся на территории Афганистана и противостоящие талибам террористические группировки, включая исламское государство, включая исламское движение Туркестана и включая Аль-Кавида. Не оставляют американцы и попыток вновь внедрить свою военную инфраструктуру в регион вокруг Афганистана, в Центральную Азию. Все прекрасно понимают серьезнейшую опасность, которую такие попытки таят в себе, и мы будем им твердо противодействовать. Продолжение следует... Which is in favor of stopping any provocation, and any terrorist attacks, there is no doubt about this. As for the rupees, this is a problem, because we accumulated billions of rupees on the accounts in the Indian banks, and we need to use this money, but for this, this rupees must be transferred in another currency, and this is being discussed now. Как Россия смотрит в Г-20 президентский и ее роль в решении развития международных проблем? Мы работаем на это. Мы поддерживаем индивидуальный президентский. Мы поддерживаем программу индивидуального президента. Уже около 100 мероприятий находились в том, что индивидуальный директор. Выпосвязываем и финал, финал, assessment, конечно, будет возможным для вас, после этого, что будет скоро. В следующей вопросе, пожалуйста, Канни. Прошу. 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 Первый вопрос. Украина и Украина украинская область Я просто ответил на эту вопрос о моей дискуссии с индианами. Вы не слушаете, если вы думаете, что, как только США и Украина реагирует эти accusations, мы должны остановить думать о том, что мы не знаем. Это не так. И украинские и украинские и украинские и украинские и украинские справедливости очень хорошо знали. И целая ситуация изображает большинство крисов, это очень глубокий, чем просто поведение режима, руководителем Зеленский. Спасибо. Продолжение следует... Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...